До начала экзаменационной поры осталось меньше месяца. Уже в конце мая стартуют первые экзамены у девяти и одиннадцатиклассников. Волнуются все, и учителя, и родители, конечно же, сами родители. Я, например, очень волнуюсь, потому что в этом году у меня сын девятиклассник, он сдаёт экзамены. Галерина, ты должна знать, что зачастую хорошо экзамены сдаёт не тот, кто знает предмет лучше, а тот, кто хорошо подготовлен к испытаниям психологическим. Я думаю, что со мной согласится педагог-психолог Саха Политехнического лицея города Якутска Светлана Павлова. Доброе утро, Светлана. Итак, скажите, пожалуйста, насколько напряжение при сдаче ЭГЭ больше, чем при написании любой другой контрольной? Ну, по результатам исследований, которые мы проводили для выпускников, уровень тревожности у них, конечно, выше перед сдачей экзаменов, потому как ЭГЭ с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов и основной формой вступительных экзаменов. То есть одновременные выпускные и вступительные экзаменов. Да, я помню, да. А у кого шансов больше успешно сдать экзамен? У того, кто всегда был отличником или у везунчиков? Здесь, конечно, однозначного ответа нет. Просто хочется отметить то, что у отличников обычно бывает уровень тревожности выше, да, потому что у них запросы выше. И поэтому... Хотел задать вопрос к подготовке к экзамену. Стоит ли подготовиться... Ну, по-любому стоит готовиться вообще постоянно. А вот в последние дни, буквально у меня, допустим, завтра уже экзамен... И он всю ночь... И нужно ли всю ночь готовиться или, наоборот, надо расслабиться? Насколько, да, это эффективно? Ну, здесь однозначного рецепта тоже нет, шаблона подготовки к экзаменам. Просто хочется отметить то, что однозначно нужно чередовать отдых с занятием. Занятиями очень помогает контрастный душ, да, занятие спортом помогает. Занятием контрастный душ. Да. И, конечно, общение с взрослым окружением, со своими сверстниками. В общем, запираться в комнате с книжкой, перевеснуть на всю ночь. Мне кажется, это не совсем верный способ. Конечно, и, конечно, соблюдение режима дня, прогулка на свежем воздухе тоже очень эффективно. А какой, вот с каким настроем лучше всего заходить на сам экзамен, да, такой вот боевой, да, напряженный или расслабленный? Какой лучше? Лучше заходить на экзамен, конечно, чтобы у ребенка был рабочий настрой, да, чтобы у ребенка была внутренняя мотивация к сдаче ЭГЭДА. И я думаю, что не ошиблась, если скажу, что если у ребенка будет такая мотивация, что я не боюсь, а мне интересно сдать экзамены, да, я хочу знать уровень своих знаний, да. И если ребенок сам будет при занятиях перед ЭГЭДА именно не нацеливаться на экзамен, да, а именно с целью повышения своих знаний. Если он будет заниматься, то тогда, конечно, мотивация у него будет совсем другая. То есть относиться к этому с любопытством, да, с интересом. Да, да, с интересом. А, настроить так нужно. Многие ребята очень сильно волнуются на экзаменах. Стоит ли выпивать успокоительное? Да, можно ли? Конечно, психологи не врачи, мы не можем прописать лекарства. Но здесь хочется отметить то, что есть очень хорошие эффективные психологические техники, методы для снятия напряжения психоэмоционального, да. Это как дыхательное упражнение Стрельниковой, методика ключ Хасая Алиева, ну, которые направлены именно на снятие напряжения. А как вы думаете, вот какой этап, да, все-таки самый страшный, да? Мне кажется, самый страшный это вот прохождение через вот эту вот, да, рамку металлоискателя, вот эта вот вся вот эта система, не само написание, да, контрольная работа, а вот перед, да, перед, что вот. Или я ошибаюсь? Ну, конечно, вся эта процедура проведения ГЕ, конечно, повышает уровень тревожности. Но если ребенок сосредоточен именно на получении каких-то баллов, на, ну, интересы, да, вот в своих знаниях, то, конечно, у него будет другой мотив, и он не будет обращать на те или иные факторы. Факторы. Факторы и нюансы всякие, да? Вот я, как я уже говорила, да, нынче мой сын сдает ОГЭ, да, какую атмосферу мне нужно создать дома? Дома, да. В последнее время мы работаем вот с родителями, с детьми, с педагогами, не только в своей школе, да, но и в школу города Якутска, республики. То я прихожу к такому выводу, что ближайшее окружение ребенка, да, то есть очень важно для него, да. Иногда к нам приходят сами родители, которые, у которых уровень тревожности очень высокий, да, и они тоже у нас просят совета, рекомендаций, как быть на этом месте. А, тревожность, как правило, передается ребенку? То есть тревожность передается, родитель передается к ребенку, или тревожность педагога может также передаваться, да. А нужно ли вот создавать вот, ну, не тишину, ходить вот так тихонечко, сына у меня занимается, че-че, вот так вот, или как обычно нужно, вот как жили до этого? Ага, да, конечно, как обычно, но здесь хочется подчеркнуть, чтобы, очень важно, чтобы родитель сам был ресурсным. Каким? Ресурсным, да, то есть родитель тоже должен быть в хорошем настроении, спокойным сам, да, и... Изучать уверенность, тогда это уверенность передастся. Изучать уверенность, конечно, да, и помогать своему ребенку, поддерживать его. Что ж, огромное спасибо, Светлана, за ценные советы, я думаю, что нашим телезрителям они пригодились, мне точно пригодились, не буду ходить теперь на цыпочках.